Взять сейчас лекантропа. Очередь команды сил тьмы, выбирать героя. Вы не нравится, мне нравится СВЭМ. Очередь команды сил света, выбирать героя. Но мне кажется, это будет уже нормальный СВЭМ. После первой игры, я думаю, ему Артур пару зубов плоскогубцами выдернул. У него уже дела пойдут лучше. Эти сатаники непонятные какие-то не будут собираться. Будут собираться нормальные артефакты. Придим, насколько это будет правильный СВЭМ. Осталось 10 секунд. Да, ну и теперь уже слышишь, как птички поют. Осталось 5 секунд. Я слышу, слышу. Я только это и слушаю в доте. На какой-то 14 час 3 такие вещи лучше не включать. Звуки природы можно и вырубиться. Слушай, СВЭМ. Чем убивать СВЭМа? Есть геро-лёд, это неплохо. Нет, это не убийца СВЭМа. Плохой убийца СВЭМа, потому что у СВЭМа много армора. Именно. И из-за этого он его пробивает очень тухло. Можно попытаться сейчас взять какого-то дазла, но это будут сливовые саппорты. А так дазл через ВИФ и Солар Крест смотрится здесь нормально. Осталось 10 секунд. Ну, в плане нормально это тоже сомнительная штука. Потому что пока этот ВИФ натикает... Осталось 5 секунд. Появляется у нас ВИЧ ДОКТОР, который тоже совсем тухляк. Это реально, это полный тухляк. ВИЧ ДОКТОР это прям бред. Тухлее тухлого. Тухлее тухлого. Короче, почему тухляк? Потому что у Чена с УМОНы, у Инвокера Форгиды, СВЭМ с БКБ. Осталось 10 секунд. И триллион армора. Ему пофиг на дазлард. Просто плюс 20 броней. Дазлард, до свидания. Дополнительное время. Духляк. Безысходный был. Мало героев в доч... Всего-то 108 или сколько их там. ДАРК СИР отправляется в пан. Они очень боятся РП4. Очередь команды Сил Тьмы выбирать кивы. В глазах видно. РП пугает людей. И минус Бестмастер. Надо было Магнуса тогда банить. Слышал, если забанить Магнуса... Так есть еще и Нигма, Рэвэйдж. Всяких героев, которые кастуют Ауэстан. Много. Даже Свен. Видишь, Свена они пикают не потому, что хотят. Да, потому что у него Ауэстан. Блин, надо как-то избавляться от этого Свена. Давайте возьмем. Баты закончились, надо брать. Что собирать на него? Ну да, там в Сатанике раз сидел. А, ну поехали. Ну убедитесь, я это говорю. Осталось 5 секунд. Ты меня ночью разбуди, я тебе скажу. Сатаник, Кираса, Блокинбар, Дакерсия. Дополнительное время. Сакади или ПТ-Т, наверное. ПТ-Т, наверное. Да, ну последний пик. Собственно, Тим Спирит. Не хватает героя в сложную. Давай подумаем, какие могут быть урцы с персонажем в сложную. Бестмастер был, естественно, идеальным героем. Клок неплохо заходит. Клок! Ракетка его из памяти. Какой тоже странный такой этот Клок. Ну типа потанчить он может. Может Тайдуха? Тайдуха, кстати. Тайдуха всегда смотрится идеально. А еще ты не отдаешь его врагу. Ракетка с минус армором. Бах! О, почти минус армор с гашеткой. Вычерить команду Сил Света, выбирать героя. Не загнобят? Твист просто лопнет. Два выстрела от форги, да? А чем мы тут гнобить Слардара на линии? Правильно, чем? Я тебе говорю, русские дотеры. А, это не русские дотеры. Ах, они даже морально выиграть лайн не могут. Наши-то умеют. Загружаешься тебе локеры из вражески. Изи-25 ПТС. Изи-7 ты мухату сносишь. И он такой, ну команду лавок. Потом прогружается. Кром играют. И у типа 0.13. Но это необязательные условия. Ну, у меня всегда тот чувак, который больше всего базарит в чате. У него всегда хуже всего счет. Обычно это и я, да? Я обычно не пишу ничего. Кстати, я в последнее время, я вот заметил, и я практикую майнерную игру. Чтобы ты понимал, что это. Если ты не в курсе как-то вообще возможно. Нет, я же стримером приготовил. Стримеры не знают, что такое. Не, честно, я даже думал постримить на этом основании. Но вот у меня сейчас там малой просто дома целыми нями сидит. Когда он пойдет в садик, то я обязательно постримлю, как это дело проходит. Ты сидишь и птаешься действительно адекватными способами донести до людей мысль. Ну, появляются порой абсолютно неадекватные люди, которые ничего не хотят слушать. Но у меня было много матчей, реально много, больше 50% матчей, когда это срабатывало. Когда у тебя есть какой-то шейкер, который в принципе не понимает, что его способности делают. Ты ему говоришь, друг, подойди, пожалуйста, сюда и кинь вот эту штуку туда. Или прыгни до того момента, как мы все умрем. Пожалуйста, я тебя очень прав. И он это делает. Получаешь настолько офигенное удовольствие. Я когда так делаю, они понимают, что это ирония и сарказм. Точнее, больше части ирония. Я, ну, на самом серьезе, я действительно общаюсь с людьми, там меня узнают, естественно, по голосу. Возможно, это тоже как-то влияет. Я делаю все абсолютно то же самое с добавлением нескольких слов. Я, вот именно, именно, я абсолютно на самом манере общаюсь. У нас были случаи, когда человек просто, типа, горел-горел-горел, там, пытался всех позатыкать. В итоге мы ему нормально все объяснили, ну, что он не прав. Нормально объяснили. Слушай, сейчас стычка может быть. Да нет, какая стычка? А, скьювер есть? А, привет. Ну, сейчас появится скьювер, наверное, какой-то там. Битва начинала. Так, сейчас будет стат. И у меня все опять повисло. Неважно, горлат должен быть. Спринта нет, ста нет. Нужно догнать секси-бомбу без сапожка и убегает. И... Все убегают. Да, все убегают. Секси-бомбу захиливается. Так вот. И это срабатывает. Я обязательно хочу постримить этот момент. Возможно, я донесу какую-то благую мысль. Четыре игры подряд тебя вчетверо хирософе, ты там пытаешься на манере, что ты сгораешь на пятой. Да не, 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 не. Я абсолютно сдержанный человек, если речь... Если я хочу этого. Если я, конечно, там просто сижу от фонаря, чем занимаюсь туда, я могу сгореть чертям собачьим. Если, например, окторин на инвокере собрать, могу сгореть. Так. Я смотрю, гирокоптер с флэком на первом уровне. Он явно нацелен на какие-то великие свершения. Явный. Рамзе сейчас увидит крипов под своим тавером. Во-первых, он увидит крипов под своим тавером. Во-вторых, мы пропустили немного с представлением команд. Я не могу представлять команды. Представляй ты. Почему ты не можешь представлять? Прошу меня на кнопку, Нейт, ничего не происходит. А табуляцию попробуй. Табуляция не работает. Пошел стан. Виспа. Ченчик. Ченчик. Клэп от Урсы пошли кассочки. Как же сейвить? Сейчас Вич-Доктор уйдет ли отсюда? Висп уходит? А что там? Там еще одна Урса. Там... Пайката теперь. Слушай, уже Виспа убили. Уже Виспа на самом деле. Сейчас у Гиролёна говорит, друг, лучше бы ты тут остался. Ты сдох, и не я. В итоге на Форсблат у нас уходит именно Гирокоптер. И вот, давайте сразу же начнем с того, кто у нас на ком будет играть. У нас Пайкат бегает на Гирокоптере, Сакс, Вич-Доктор. Я обзор. Висп. Вместе у нас стоит Хум на Драгон Найте, и, естественно, Сакси Бамбу катает нас на Магнусе, который стоит против Афтера Лайфа. Слардере. Вместе у нас Айсберг. Айсберг все на том же Инвокере. Уже я не знаю, какую карту подряд. Третью, да, кажется. Играет на нем. Или четверт. Не, в прошлой игре Айсберг был на Урсе, точно. Сегодня играет. Подсел на Инвокера. Габлак, естественно, Чен. Флай, Венчфол Спирит. И Розес на Свене. И погнали. Адем, как мы уже с вами все видели. Если кто не знает, то это квалификации на шанхайский мейджор, европейский регион и вторая игра. У нас. И есть еще много параллельных матчей. Четыре канала ДТ2 Рухаба задействованы. Вы можете использовать мультитвич, чтобы не пропускать ничего. На первом канале, конечно же, работает наша чудесная аналитика. Я так думаю, что она чудесная. Мы не можем утверждать. Но раньше она не подводила. Раньше она была. Так, и что у нас тут у Айсберга? 16 на 7, кстати, у Айсберга. Айсберг вообще замечательно. Она сейчас скрипчика миди подобивала. Играет он, я так понимаю, через стандартного экзортного. Экзортно-вексовского. С небольшим добавлением квасика. Колд снэп есть, Алакрити есть. Алакрити на начальных этапах. Вот недавно выяснилось вдруг, что Алакрити на начальных этапах просто какая-то долбаная имбища. Продает тебе лишних 25 атаки за 45 маны. Ну, еще Айсберга, естественно. Просто себе фейзотчики такие пододел и развалил пару кабинетов. Слушай, там Слардара на этом муфлейне. Мы помнишь, Юрия, они атакуют. Я тебе скажу больше. Там опять умирает Пайкат, потому что подсосан к другому немного герою у нас Висп. Ну ладно, Пайкат в итоге выжил, хотя он был очень близок. Вот реально чуть-чуть не хватило. Короче, мама обой сделала какую-то фигню. Вот реально фигню. Мало того, что у них эта линия толком ничем не занимается. Там Гиролёд подлетел, пару Крипчиков убил, улетел. Во-вторых, они постоянно встреют под вероятность просто, чтобы кто-то сдох. Так плюс они еще даже толком не сейвят. Сейчас Гирокоптер опять мог погибнуть, на этом вообще чуть ли не... Барит тогда. То Пайкат не считает. Я Пайкат в огоне в медле? Ты посмотри, ну хостя, пошел. Что ж ты делаешь, демон, вейв, задовочка, будет или нет, сейчас не будет танчик, будет. Минус арморчик залетел, и еще одну плюшку, и здоровый контроль залетел. Ну, на самом деле, забрал инвокер, это неплохо. То есть, по сути, экспириенсом с мидера выжил, а то, что отдался саппортом, это неприятное. Ну, во-первых, Квингатери тяпнул, а во-вторых, Свардар сейчас постоит в медле еще по экспиции получит шестой, а это Amplify Damage. Я знаю, герои вражеские умирают намного быстрее. Ну, вообще-то, там серьезные проблемы у того же Драгонайта, который вроде бы и имеет много брони, но у которого все это большое количество брони будет моментально улетучиваться. Да, еще от Пейли здесь Afterlife, полный боттл у него. Сейчас, кажется, пьется до фула. И пойдет спокойненько назад воевать своим Магнусом. Магнус, кстати, он тут сейчас нормально может навоевать. Да, просто стан и пару плюхов в табло. У него просто есть еще и инвокер с экзортом, неотвывая, с санстрайком, я имею в виду. И поэтому у Магнус вот так вот воюя, там, ПВП или засал, он очень сильно рискует просить на лишних, там, две-три сотки и просто умереть преждевременно. Пошел Смоук. Есть куча станов сейчас, есть Кентавр. Кентавр уже это? А, это Кентавр-Захватчик. Захватчик? Да, вообще-то. Выход в спину очень хороший. Тут должен умирать ДК. ДК думает, что нападает он, это неправда, да. Будет умирать Драгонайт, хотя Айсберг тоже сильно проседает. Есть станчик, колдснэп, уху-ху, успевает. Ты что, Висп успел подтянуться, и у Драгонайт это все хорошо становится, куча пэш, сейчас еще Брэсфайр будет через 2 секунды, буквально подходит сюда Чен. Это минус, Винга, скорее всего, да, ее просто дотравят, и погоня за Габлаком, Брэсфайр взорвают. Слушай, Габлак тоже, да, заигрался немного своими крипчиками, в итоге и он будет умирать, да, его просто дождет. Хороший бред. Скилл от Вокажа. Еще одного, сейчас будут пать, как так? Это просто ульстраки Владвич Доктор подстилил, но это минус 4, это же такой нереальный кося чел, а боже, санстрайки летят, но Ябзор выживает, и это просто провалище от команды Спирит, это настолько серьезная ошибка, колдснея был от инвокера, но выживает Ябзор, улетает на базу, просто жесть. Я думал, что сейчас все, заберу ДК, типа, норм, языкаточка. ДК, там Мордиган подарили сейчас. Знаешь, когда ты стоишь, и у тебя все ужасно, и тут на тебя начинают сыпаться деньги, просто сыпаться, и что, типа, не понимаешь, что происходит, они сыпятся, летят еще откуда-то, и сыпятся, и у тебя все хорошо. И у него 3700 надворца, он на полторы тысячи обгоняет с Лордарой, который только что был такой, выезжает на... со своим, например, пятым айфоном, а тут внезапно выпустили шестой, и ДК его купил, и внезапно пятый айфон с Лордара перестает быть таким... Все, все очень просто. Ну, если кто не понимает каких-то сравнений, это было самое, наверное, очевидное. Танчилось. Танчик, айсберг, и можно еще... А нет, не хватает монстры. Ширклумула сабель, это разминает неплохо. Белька. Это мечище, это рыцарь. Какая... мечище. Мечала? Мечела. Мечулище. И пошла драгонформа. Ну, конечно, да, тут вышка очень быстро должна просесть, и выход от венги. А вышку защитили. Кое-как. Надолго ли? Капец РП. РП, сейчас появится руна. РП. Барага. Ну, слушай, обтроем, да ладно? Ползет, ползет автор лайфушка. И уполз. Неплохо. Говорит, пацаны, развел на РП. И тут он абсолютно прав. Силы тьмы лишены врага. Урага за башню на центральной линии. Башню сила цены на нижней линии. Башню сила на нижней линии. Башню сила на нижней линии. Атакуют. Нужно, тыка не стал собирать мардиган. Докаса по ПТ. Это, скорее всего, будет доминатор, чтобы перехватывать крипаучину. Башню сил тьмы на нижней линии. Контрящий драгон. Не, ну, на самом деле, шутки шутки. Не говорю, ничего, что ты плохо. Это работает. Ты... Поэтому нужно свой доминатор. Насколько это неожиданно. Ты идёшь с кентавром рядом с тобой. И тут он просто поворачивается и начинает тебя станеть и лупить туда. Ярость в глазах. Прекрасные глаза становятся, да? Я понимаю, о чём ты. Просто. Ну и что тут у нас? У нас тут Слардар, который со своими транквилбудсами. Шестьюсотными с этими на ручках. И который принимается к тому, что ещё лесочек немножко подфармливает. Чем пока не может это организовать? Определённо нет. Пятый уровень. Но его заставляли на линию выходить очень много. Выходил, да. Я не спорю. Я не говорю про его айтемы. То, что он выходил на лейну, не получалось, кроме ферзбада, когда они оформили. Да, тут всё хорошо. А дальше как-то всё тухловато. Не, я про то, что его заставляли ходить. То есть он и в миддл там выходил, и на верхнюю линию пару раз выходил. То есть не мог стоять просто фармить нон-стопом. И да, малость подпросил. Но, в любом случае, сейчас, смотри, мы видим, что Мама Бойс собираются идти сами пушить. Вашню силы света на лейне атакуют. Опять ломай эту стратегию. Куда-сюда не может определиться, что он будет собирать. Не, армли, это ДК, это очень крутая штука. Тем более, если тебе его вот так вот на халяву дарят, ну, нужно его покупать. Это и атак спид, и дэмэдж, а и с тем и с тем у драгональта очень большие проблемы. Вашню силы на нижней линии атакуют. И да, появляется в инвокерах. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Да, очередной глиф. Ответить ничем пока не могут сами ребята из команды Spirit. Да, и сами пока не идут запушивать. Тут уже Магнус от пуши стоит. Башня силы на нижней линии разрушена. Первую волну кидаешь, когда еще крипы подошли. Вторая успевает откатиться, когда крипы за вышку только забежали. Всю эту пачку забираешь совершенно спокойно. Это если еще герои там есть. Магнус сейчас даггер будет. Все, что-то. Еще до 750 в руках. Это довольно-таки много. Тут ее, который медленно кассочками раскидывается. Дезвард имеется. Его теперь нельзя без внимания оставлять. Несмотря на то, что вроде как за вас играет Свен, которого я, кстати, давно не видел. Он никуда не девался. Он там наверху. Может туда посмотреть в любое время. Сейчас нащупал, на самом деле. На месте, все хорошо. Вообще, я только что посмотрел на графике и увидел, что в тот момент, когда Драгонайту подарили 4 фрага, там 2500 ребята отдали. Это было на какой-то минуте. Опять нас... Ну, 530. Опять 35-40. Башню силы, тем не на нижней линии, атакуют. Неплохо сыгран. Так, подставляется сейчас. Там еще сеточка будет, а? Не дает сеточку. Кидай сеточку. Как долго. Это же тролль. Он же нейтральный крип. Хотя как он может быть нейтральным, если он же на стороне Чена? Именно. Может он считаться нейтральным крипом? Но и героем не может считаться. Это просто никто. Свой среди чужих, чужой среди своих. Бросает бочонок с парализующим порошком, который отскакивает от противников, оглушая их нанося им урон. А там просто херой и крип. Там нет нейтрал крип. Понял? Что тут ты не прав. Ты знаешь, что он перемалывает кости погибших друзей на верхней линии? А такой? И использует это в качестве. Он же Вуду этот. Они всякие-то шезанод. Странный доктор. Доктор у них другая немного. Другой профиль работает. Типа знаешь, когда рядом гибнут друзья, не так уж сильно он и расстроен, как мне кажется. О, на касочке по их нижней. Маши сухи на нижней линии. А так вот? Касочки по... Я смотрю, что Мамо Бойз у них немного не хватает отваги собраться всем намного раньше и пойти давить. А Дисперед, ну, естественно, ничем толком ответить не могут. Они просто идут пока на Рошана. И, кстати, Мамо Бойз, возможно, это прочуяли. Они видят, что в лесу никого нет. Но Рошан падает слишком быстро. Минус армор от Свардара, от Винги. И просто безотказно работает. Да, это минус Рошан. Легида для инвокера. А драться будем? Драться! А тут все, тут спалились уже все. Ну, спалились. Сами они на ворте. О, если Магнус сейчас въедет. А он въедет и даст РП во всех! Нет, у нас там сетка была! Хотя двоим. Двоим тоже нормально. Мы Брэд Свайер по двоим. Вот он, Медиорчик, Машнон, с бомбоем. Моментально погибает. Есть задумка так же. И ну, два раз бибит погоня. Фу, получается там. Потреблюсь по дэмэджам. Надо быть аккуратнее. Но Виспу спиной выхиливает просто тонну дэмэджа. Вообще, Виспа уже все ресурсы закончились. Если бы попытаться напасть как-то у него. Не важно, это хайп. Выхиливает тонну дэмэджа. Надо так говорить всегда. Даже если он ничего не хилит. А потом, знаешь, комментатор? Боже, какой Висп офигенный! Да, да, да. Именно. Висп там сидит так почесывая. Я ела. Блин, а я неплох. Я же просто титер. Так должно происходить всегда. Невероятная дамага. Как же он отжирается? Это же все. Ваш на сену. Отжираться, 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 отжираться. Клинкус лордата. Так что сейчас действительно можно неплохо будет напасть на Виспа, наверное, в первую очередь стоит нападать. Своя ночь тоже тут на месте. Что-то накидывает от твоего в террор. Аня снижена на 5. Потом на тебе еще имплифай дэмэдж. Еще броня снижена. И ты думаешь, блин, я вообще без брони. Ой, голышом бегаешь. Dragon Knight вроде... Запакован бы броня. По графикам. В ноль. Вышло в ноль. Рестарт игры на 15 минуте. Мы начинаем с нуля. Вообще, если это будет еще одна ничья, то в принципе так и можно будет сказать, что начинаем еще раз с нуля. Особенно для команды Spirit, которым сейчас бы лишняя победа явно не помешала. Сейчас уже одну ничью они имеют в своем активе против Na'Vi и еще одна, может же, потихонечку критически остановилась. Это ничья, это в романе. Башню сил света на центральной линии атакуют. Нет, ничья это, естественно, лучше, чем ничья при обычной S2 системе, естественно. Но, в любом случае, ты, ну, какие-то переигровки. Это же не ничья, это маленькая победа. Да, это маленькая победа, реально. Магнус затаился, у него РФ через две. Башню сил света на нижней линии. А так у нас ждет, когда кто-то подойдет. Но никто не подходит, и вышечка упадет. Падает. Башню сил света на нижней линии. Разрушена. Что же еще, когда Драгон Найт к топу? Живой крип. Ну, всегда так бывает. Пять героев, шестислатовых, вот это, знаешь, там, Твен под ГТСом. Сзади найдется вот этот. Вот, например, как сейчас стоит себе, бьет он тележку. И его тележка добивает вражескую тележку. Кстати, тут уже заход действительно на хайграунд. Ну, сейчас главное травить, травить немного вышку. Хват. Там еще форги наваливают, на самом деле, мне неплохо. Башню сил света на нижней линии. Атакуют. На эту накидали. Ну, им не стоит сейчас заходить на хайграунд. Там просто сместиться отсюда. Посносить что-то 1-2 на топе. Т-2 в медленной. Ну, смысл сейчас ломится у них. Керри потенциал не такой уж и плохой. Я бы даже сказал, он, наверное, хороший. У тебя что такое, Драгон Коптер? Бомж? Нищеватый. Я тоже обратил на него внимание. Сейчас опять скажешь, тут подумали бомжи, которые вас смотрят. Бомжи обидятся сейчас. Да? Ты про это хотел сказать? Да, я... Я уже хотел вот про это сравнение вспомнить, но ты сам спаллажировал. Башни силами на верхней линии атакуют. Абжи, которые нас смотрят. Не обижайтесь. Не обижайтесь, пожалуйста. Я там с тобой. Я там уже послушаю. Бах! Силы тьмы укрепили свои сооружения. Ну, это пригоревший. Башни силами на верхней линии атакуют. Это уже обгоревший. Пригоревший это так, знаешь, первая стадия. Это крематорий на самом деле без пащища был. Силы светов убили свои сооружения. Силы светов убили свои сооружения. Башни сил тьмы на верхней линии разрушены. Телепорт это анимация телепорта на фонтан. Башни сил света на нижней линии атакуют. на нижней линии разрушен тут пока ребята идут на тир-2 на топ немного повоевать но гирокоптера тоже пока урона не слишком много хотя он старается то есть у него доминатор надо иметь есть у него физина добавляет решил играть без барабанов без саши яши связь от так что у этого гирокоптера по идее проблем с урона в дальнейшем быть не должно то есть ты покупаешь себе манки кинг бар или butterfly и его пашешь сию нельзя пропускать она типа промежуточный артефакт сразу стоит обязательный ты не можешь купить и ничего другое башню сил света на нижний так что происходит в этом драгонайт разваливать всю команду правда куда он делся я не понимаю он гоняется за рамзесом рамзес пока убегает за ним также песк и даром засту должен умирать магнус немножко махнулся но в любом случае это никак не спасет света а гирокоптер гирокоптера тоже бы спасти не помешало но нет все уходят просто убегаю касочки предательские касочки передает это уже норм кентавр его только что переманили обратно еще флай наверное что должен умирать вообще какая-то я суматоха драки team spirit вообще не понимаются просто все разбежали фокуса никакого синхронизированного отхода не было просто понятный какой-то спор деремся то не деремся это драгонайт уже просто машина убить нужно виспа в первую очередь ему так долго тянут с этим героем непонятно что драгонайт сам по себе он конечно сильный сейчас ничего не скажу него даггер армли 2400 ну сами виноваты что его так откормили у него на 2000 денег больше чем у уже инвокер который фармит всю игру или у свена например три с половиной то есть тут уже ничего не скажешь но нужно как-то вокруг этого сейчас действовать что если висп жив драгонайт вообще никак не взять если старается быть и правильно делает не передавая позиции быть виспом так разделение на двоих по 206 башню сил тьмы на 412 с половиной дэмэджа половинка это 206 и двадцать пятьсотых я понимаю где эта половина мне было написано половинки кому ушла эта половина была норм профил вообще убрать и тепло мы не в аптеке это 3694 сделает вальдораду 94 еще тут вас мелочь есть до 94 всегда с собой нашли до собой вальдораду вообще всегда надо говорить можно без сдачи этим и 99 суши помнишь мы шутили про сашу яшу на гирокоптере шутили это ты все не шутишь я говорил о том что она будет сто процентов она есть и пожалуйста пытаются кремировать сейчас очки о получилось это сделать суши погоня еще будет не устрагер в сбили даггер бежит звена дагера нет не готовы были миллион ресурсов на него потратить грязь прожимает им флэкин поручил если сейчас прыгнуть на конкретно виспай и быстрее вопнуть может из этого что-то и получится вот так напали в итоге на сладара еще и магнус юзает рп на свен в итоге начинает разваливать прогоняет одного пытаются флай отправить на базу до травы его последняя тычка здесь не будет да сладар наконец-то и бытие и секси бабу повторяет его подвиг это минус 4 от команды spirit вначале казалось что они куда-то дайвит непонятно зачем а в итоге получилось так что мама бойз зато дайвили чересчур далеко как же нужен был вот этот конфликсер смиреном центральной линии атакуя они его оформили затем нужно срываться на хайграун разрушить вслепую ну хорошо допустим вставляешь этот хайграун вообще это просто вот тут значит валвов обычно рисуют тут глазки всякие там прочее надо нарисовать здоровенный вот такой вот центральный череп атакуют вот тут плохо сыграть пусть это будет добрый череп такой череп по моему драгонайт там и видел когда прыгал туда ребятам все хорошо мне улыбается удача оказалось эту удачу звали смерть в итоге получился полный нонсенс на этот хайграун вообще не понятно как зачем туда заходить бы действительно правильно отметил еще и четверо оказалось там бы и двух и трех героев бы хватило с головой может погибнуть минус арморчик и туда вот так вот старчик хороший тайминг все выдержано и еще один минус дк все помнишь поговорили про две тысячи разницы между драгонайт и инвокером завтра нет их нет также как нет и двух с половиной тысяч разницы со свеном это просто нереальный камбэк в плане не то чтобы там нереально было из него вытащить в плане то насколько он быстро и нелепо произошел побольше прыжков вслепую все будет замечательно да и вот у меня круче на еще зачем там сейчас и так неплохо выхиливать еще с меккой и возможно даже таких-то грифсов он скорее сюда них доберется может агонимчик нет второй сиро и не вижу череда вот учатся чем не контрится них ничем забивать этих плохил блин походу каблак перепикал да а вот чё теперь делать в такой ситуации как команда из папчика она чё делает она вообще не понимает что идет фармить она идет фармить именно она идет фармить всей своей бригады кто где там чем может побирается пытается вынести хоть какие-то там монетки что-то где-то дособирать а тут не собирать нужно тут нужно грамотно действовать проблема была не в том что вы плохо нафармили проблем было в том что вы плохо отыграли хорошо слили то что нафармили да 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 вот гирокоптер так грациозно обвел я предполагаю я тоже люблю рисовать на карте где находится противник в данном случае с гирокоптера можно было нарисовать примерно вот так вот где-то здесь есть враг подозреваю кстати спасибо валт они починили эту рисовательную фигню спасибо вам большое потому что они случайно и починили без зубы славы че мы пофиксили бак убит сил район рисование возможно так у нас там сель видит гиро лёта гиро лёд приплыл итак пах 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 она не нажимается не разводи меня я собирался свешу я знаю что она не нажимается я даже помню эту игру перед у долг тебе буду вспоминать причем понимаешь в той игре вот еще раз если бы ты собрал в обратном порядке кп саши яша вы скорее всего выиграли нажимается она я видел сначала и до конца башни сил написать мне позвонить башню ты мог уже набрать типа по 3 по бисмаку на завися а что ты будешь собирать вот так что я сейчас так и сделаю туши тут пуш начинается гирокоптер это нет 5 секунд да даже когда он появится что изменится атакуют колда он появится силы света укрепили свои сооружения кассочки там еще крадется магнус сланга напали на айсберга неплохо кстати магнус сейчас может реально классно влететь вот он влетел хорошо влетел айсберг по-прежнему живет там его конечно пытаются еще убивать его не пытаются убивать он выжил божечки ты мой он еще и сегидой там весь байбек сделал сбили гиду наконец-то а магнусу могут сбить кабину за это там у него в принципе все закончилось еще те . отроля неплохо какой стад от бардера по двоим все это просто минус 4 атакой байкичком там не спадали сделал байбекарс это набьют вышку ну и никуда не спешат то проблема в том что это на нижней линии а то стоят тир 2 вышки на друге уровень и забрать уже не клуб ну сторону там попытаться ну хотя ты главе не делаешь с ним товаром и на топе тоже он не забрать да ну вот на топ улетает своем ой гиролёд 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 припевел гг по-любому не напишут в любом случае сейчас он просто грушен типа у нас еще и там стоит мы еще за комбей чем-то тарапира кофе боже как я горю если кто-то это знал ну как ну зачем почему я формирую быстрее я прям вижу этого чувака который в голосовом чате заливал да я формирую с ним быстро чё ты где ты формишь 0 32 чё ты там нафармил до добил ты 166 крипов первое место своей команде второе место сам в общем зачете о кирей какой в этом смысл если ты 4 творстве имеешь вот пока бы еще драгонайт нажал а на него кстати помигали уже спирита там по хихики будет я думаю так был бы у него как бы ему сейчас нажал и что кто кто-то гирохоптер ты гаврорал пока на верхнюю атакуют разрушена я ничего нею ты не можешь запороть аргумент который береги все игроки или да в своем силе там линии ольга будет всегда собирался и такой собирал ее потом и это было столько же примерно рташка айзерга привезли даже не порядка что увезли из клада у нас же все равно хватило не можешь ты на пока сейчас вот ты как набить вся команда ты чурок у тебя там 10 секунд ты бкб ты прожаловали скольки там было 9 9 секунд и бкб в никуда ну ты оси можешь предъявить я говорю это был самый железный аргумент походу в пользу саши яши ты не можно косопорить не прожав ее но собрав ее ты уже накосопорил в этом проблема ладно не во всех ситуациях некоторых ситуациях это оправданно ооо блин я таких за 8 лет еще не видел не я видел пару ситуаций как ну действительно не надо было типа там все пробивает бкб замедлений нет там нюков никаких нет станов нет такое бывает иногда совсем случая альбина армия с моряка и выстрел причем он он ждет следующих пацанов и сейчас появится дракон здесь то можно сразу джейм неплохо сыграно и 1 0 а если у тебя еще есть энджин яши есть кп еще больше обрати внимание на билд свена вот смотри как я и штуцар шляпку и кирас летит вот видимо пара зубов она все-таки дает о себе знать два не забрали зря башню сил сверху кушать и атаку ну да к пытается с ними совладать тоже с ним пытаются совладать нормально ему там на минуту море или десяточку башня санкера моргин и разрушает так далее запрыгивать тут к месту смесить горит давай нажимай нажимай ну кстати вот варик каски опять же полетели крипов то есть каски все свою теперь уже не помеху можно вообще пока вы нажмет смерть винга его обстать и выслопнула все нормально без паники вот нажимает он пока вы и не сбросит вторую сторону очень классно очень плотнокровно в итоге прыгает дальше забирает саксу моментально и просто оттягивается драгонайт уже ничего не может делать маркер по стране хорошо убили все молодцы и мама бойс да инвокер ушел ой-ой-ой пару плюх попало а сардар инвокер ушел но потеряли сторону принципе спирит должны быть довольны тем что произошло но только сардар недоволен тем что он тут умрет скорее всего я почти ушел еще релокейт он блин к успевает и делать это паут делает паут не делает паут башню сил света может его очень тяжело догнать чё не чё не да его очень тяжело догнать не знаю решил так сделать ладно решил решил убили его в итоге суть не в этом суть том что мида уже нет у мама бойс и конечно немножко денег подарили спирит итоге этого захода там тысячи четыре может быть даже каких-то эти четыре тысячи не изменит того факта если вдруг упадет последняя сторона то что появятся мега крипы и очень хорошо когда против вас идут мега крипы магнус у них похода фича какая-то не знаю фетиш шаду блэйдами связан типа магнус шаду блэйдом еще удивлен почему драгонайта шаду блэйда не фетиш это внезапность всегда файзанты может быть просто появившись с блинка например пайсис или из блинка или из блинка запрыгиваешь появляешься исчезаешь вот тут сразу сбой в системе да что за фигня магнус ученик и стороной здесь было ребят лагала оцениваешь tiger и shadow blade так же как и сию из манов выезжен где у кого какого того же у кого и себе все тот же персонаж сладкий нет ну часто 1600 укрепился то пхп вот найти у ворот взять ну ладно хотя бы пока вы есть это хорошо странный выбор не ну это бетерфля есть я понимаю это нормальный выбор просто потому что хочу ему еще тут собирать дэмэджи надо много и бетерфляй дает очень много урона если чё а зачем с игл сонга смотри если ты покупаешь талисман то в принципе тебя не бьет свен тебя не бьет инвокер просто потому что у тебя есть бкб инвокер те ничего не делает и ну не поменьше попадает а я еще по другой причине бы не бил без полезных едут вести у урона а с магнусом смотри там все 266 такому количеству армора и ну типа такое пока соус оу пока у него конечно бетерфляй этого нету своя на там нет мкб то есть пока еще рано о чем-то говорить но как только у герокоптера например появится бетерфляй а у сына еще не будет мкб тогда герокоптер будет очень крут и по урона он вписывает порядочно мы уже видели во время предыдущего эпизода когда там все в рп попали герочном нормально залил как тут подходит у нас dragon knight подрубает бкб подрубает свена свена он бьет свапчик вроде брп тыка очень вяло навалит посмотри ну что это такое даже 276 урона вообще ничего не делают пупы в итоге взлетает из вард может чена возможно убьет хотя нет погибает венгай чена это уже неприятно свен еще не бил вот только-только начинает бить но у него нет ножек у него нет ножек он получил еще и моледикт табло сакс он наверное заковыряет хотя нет сакса тоже пока уходит вот только-только погибает сакса сам радость тоже будет умирать еще один тик моледикта будет последний на 55 китов остается ракета его убивает и погибает байкат это 4 и вообще непонятная драка была разделилась кто-то куда-то бежит никого у нас файта нет ну типа инициация была более-менее норм но из-за того что драгона это просто не было урона про просто не было никуда мне вообще показывают что он 87 урона в драке нанес башню сил света на центральной линии это походу он форму сменил и посчитала только после формы башню сил света на центральной линии кто больше удивился секси бомбо дороги на рашане сын тряк быть этого не может путники под вытреть и на улице сходить с друзьями сходили пивка вопили что да ну на самом деле ладно ладно не будем ничего то что он там умер ну вроде бы хрен с ним еще от этого не поменялось они что так были в плохой ситуации что так а вось бы то сделал просто интересно чё ну я тоже нагнетаю ты понимаешь шутбейт конечно же не вечный дом опа о первый звоночек те зубы не в того почему не хекс да ну не спрашиваю почему не хекту я не знаю почему не хекс каспер я хекса не чувствую а у тебя его нет из той серии не ну ладно не потому что у инвокера такой офигенный купил себе акторин принципе дела у хочет перед эту надпись типа правом нижнем углу сегодня ваш друг там такой-то сделал буйство это я буду делать буйство надпись со мной у него должна появиться выход смоки секси бомбо давай еще что-то плейдик уже спалился сейчас не надо чтобы те знают что ты тут ты рядом то что шадовый был из вейп из мака этого не отменяется вот гирокоптер демонстрирует свое присутствие здесь плен не агрится на гирокоптера пошел стать вот ну да его свапают летит туда ранее заказка кстати очень прикольно именно в своем пошли бакинг варку и так полдаун доводят от колдаун всю эту бригаду потому что там все поумирают действительно свен не успевает нажать жир, а гир опять не лын, буркер бегает и что там в это время-то крипы по плотнее крипы там ломают это понятно что там на базе уже начинается пригорело прилетает туда айсберг ты посмотри что творит ах ты жучара хитрец хитрец и он думает сейчас бактари на него кинуть а участки нет пошел то ричик ты смотри санстрайк как же больно придется делать выбора нет ну да вариантов остается все меньше и меньше хотя вот сейчас можно 20 айсберга забрать а как-то взберешь упрост руки наваливают но вот геракушка подлетает и так пах пах и вроде бы можно попытаться ой да ладно инвиз и и еще иди да иди вактаринчи точно позволь он там где-то затерялся во всей этой шумихе то есть просто умер чё и не сделав ракета такая бах на 35 ну в итоге этого ничего что произошло спирит немножко фиданули перолёт присутствовал там все дела вроде бы бы и они ничего не забрали то есть вышка осталась тир-2 остальные две линии уже давным-давно были разрушены но и сыр не протух сыр не протух кстати этому свенчик следующий раз если успеет клацнуть кнопочку но он мог бы в идеальном раскладе и сейчас ее попытаться там задержали выдержка тело профессионалов не дрогнула да да манить немного венами манить показать им что они что-то могут а потом и резко и все частин войкер соедисом 3 800 куру правда где-то потеряли но такое и на 5 армию гирокоптер конечно уже неплохо наваливают все за счет сцена ну то есть и меня на употребляют адский 60 урона а плюс ему же еще с ловкости еще наваливает сколько там 15 получается лишних все 75 выходит действительно давайте ребята у вас садитесь кого-то общественном страйке летят у нас до кого убили тут же совсем плохо нехорошо как он улетел он встанет он встанет на базе улетел так и на базе дважды садо на верхней линии тщательно игра в общем драгонайта в любом случае сейчас придется делать бай-бэк башня сил света на верхней линии и все очень плохо с двумя драгонайтами может быть что-то и получилось бы задефать но сейчас я не знаю там просто этот свен уже какой-то неудержимый у него еще и демонедж появился магнус влетел увез думаешь планированный врыв типа нажимали бы кабы все по разбегались развили все задача номер раз она выполнена теперь просто убежать до этого собрались панчик ну вот там инвокер метеор вроде бы неплохо бласт пошел тут колдаун сверху рамзес получится ли от него просто разбежаться от него разбежаться кстати получается вот правда хук да его тоже толком-то и не пробивает вот лисп все это время выхилил на испа только сейчас начинает набрасываться а так же чоктерлайб хорошо залетает своим станом гиролёд тут остается почти в одиночестве но нет в одиночестве остается его подвозят и айсберга тоже находят есть просветка тим вайп вайп полное вытирание пяти мужчин полное вытирание и их боже ты посмотри на сколько их вытерли важный сил света на центральной линии просто на восемь с половиной к восемь с половиной тысяч их вытерли восемь с половиной косарей висп эту 1700 за всю игру ни разу не видел я думаю хотя нет ладно у него он год себе купил так что у него было много денег я вообще не совсем бомж стоит отметить улкип 7700 да он на предпоследнем месте но артефакты хорошие в общем то вот это вытирание мужчин она уже спиритом не совсем нужно было потому что они по-прежнему толком ничего не сделали то есть они не снесли в сторону они забрали там тир-2 все на этом все закончилось знакомая ситуация кстати геракуптера не сизиф случайно зовут мне интересно как сизиф башня сил тьмы на центральном просто стоит стола не бьет вышку под бакдор протекшеном просто стоит и бьет ее это может действительно продолжаться бесконечно башня силы тьмы на центральной линии атакует силы тьмы укрепили так там я вижу со статичной силы тьмы на центральной линии атакует подмена понятий флайс на вкус флайс нормально нормально действительно с собой жертвует плюс еще демод подрезает он на 36% запрыгнул старт дк прожать блэкингвары все спасают себе эксом с вена застанили но продолжать это не будут просто надо забрать барак это идеальное решение проблем будет колдаун на голову сейчас сраняют просто чтобы никто не смог подойти там ни с блинков ни прочих вещей но свен вообще может с блинка напасть да он нападает висп с релакейтом висп увозит так они далеко он его увез нет он хорошо его увез но они сейчас можно драться потому что геракуптер начинает развалить вот они пошли касочки а пока бета у свена уже нет каски прыгают рп в одного света вынуждены давать каски продолжают прыгать да успокойте вы эти каски кто-нибудь увозит висп обратно рпдсворт разстреливает айс даже нужно делать баймэк нокеру и не сладеру потому что сейчас просто потеряют больше чем одну сторону здесь а сейчас выхилят может там база горит? там дрон горит 2тп? ну вот тут нет это плохая идея хотя слушай они тут вдвоем бьют они сейчас просто развалят неужели там нет телепортов нет там нет ни у кого телепортов геракоптер без телепорта это гг ааааа все что надо было сделать это заточить к себе на хайграунд ты понимаешь? это был стратегический маневр геракоптер без телепорта вот так вот в жизни происходит пайкат он же был в клубе пайката точно он его основал собственно из-за звания можно создатель клуба пайката 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 и